ДОТА 2 ДОТА 2 Идея проведения соревнований по киберспорту объединила инициативную группу саровчан. С ней они пришли в молодежный центр, где фанатам киберспорта помогли воплотить ее в реальность. Игры будут проводить в формате онлайн по олимпийской системе в четыре этапа. Их будут транслировать с сопровождением комментатора на странице молодежного центра ВКонтакте. Финальную битву лучших команд города покажут на большом экране в молодежном центре 19 ноября в 12 часов. Некоторые турниры на втором-третьем этапе будут пересекаться с учебой и дополнительными репетиторствами. Мы не должны их отвлекать от самой главной задачи, от знаний. Поэтому мы все сместим для них максимально лайтовым. Кубок города будет проходить с 22 октября по 19 ноября. Заявки на участие принимают от команд по 6 человек. 5 основных и 1 запасной. Игроки должны быть не младше 14 лет. Дополнительная информация по номеру 99-118. Его называли Суворовым русского флота. В октябре отмечают День памяти праведного Федора Ушакова. Музей военно-морской славы в нашем городе появился благодаря единственному в мире мундиру легендарного адмирала Федора Ушакова. В наш город его привезли 20 февраля 2010 года, но выставить его было негде. Мунтир даже планировали отдать в Центральный военно-морской музей Санкт-Петербурга, но судьба распорядилась иначе. Директор библиотеки Маяковского Татьяна Тихонова предложила Сергею Яковлеву сделать небольшую музейную экспозицию на территории библиотеки. Я не представляю, как музей военно-морской флоте нашего города будет разместиться в библиотеке. То есть никакая здесь связь. Разве пойдут люди, будут ли смотреть и так далее. Но он сказал, давайте попробуем. Надо посмотреть территорию, что мы предлагаем. И нам было выделено на первом этаже небольшое помещение, всего 42 квадратных метра. И нам показалось, что это очень много места. Очень много. Вообще был идеальный высокий потолок. Затем приступили к подготовке экспозиции будущего музея. Изначально рассчитывали на 3-4 стенда. Но когда работа подошла к концу, оказалось, что мундира окружает 15 стендов. И все это уместилось в небольшой комнате размером 42 квадратных метра. Свои двери для саровчан музей впервые распахнул 25 апреля 2011 года. Пробыл он в этой части Маяковки недолго, несколько месяцев. Новое, более просторное помещение музея предложили уже в декабре того года. Мы радостно сюда переехали. И потом вот это помещение, которое уже практически расширилось в 4 раза в нашу территорию. То есть здесь уже 162 квадратных метра. Мы приехали и подумали, что здесь стадион. То есть когда мы здесь сможем сделать и так далее. Тем более я напоминаю, что мы все работаем. То есть это наше просто общественное увлечение. Свободное от работы время. И, конечно, вот это и самая главная трудность в создании музейных экспонатов и экспозиций. В вашем музее тепло. Я посмотрел немалые экспозиции, их экспонаты другие. Они холодные. Так отозвался музей один из гостей города. Сюда приходили посетители не только из разных городов, но и даже стран. Так с музеем военно-морской славы познакомилось 8 делегаций из США, КНР, Италии, Франции, Англии, Белоруссии и Казахстана. Коллекцию музея собирают буквально по крупицам. И по сей день она пополняется новыми интересными экспонатами. Важная черта музея – его интерактивность. Наш музей – это просто вот иногда шум гам-тарарам, звоны, значит, в колокольный корабельный колокол, значит, здесь цепи звенят, канаты тянем, гребем на яле 6, поднимаем паруса, спасаем утопающих, бегаем здесь с копией оружия Великой Отечественной войны. Ну, в общем, все замечательно. Всем нравится от мала до великая. Подробнее узнать об экспонатах музея можно в наших выпусках пешком по Сарову номер 22 и 23 в социальных сетях. В Клубе здоровья Центра внешкольной работы прошел городской парный турнир по настольному теннису среди детей и взрослых. Семен Мишустин начал играть в настольный теннис еще в детстве. Во дворе стояли специальные столы. Там Семен и оттачивал свои навыки. Продолжил заниматься спортом и в юности, и уже во взрослом возрасте. Ветеран настольного тенниса неоднократно принимал участие в заводских соревнованиях. В Клубе здоровья Семен Мишустин поддерживает свою физическую форму, тренируется и передает опыт юным теннисистам. Стараемся не пропускать городские соревнования, участвовать по возможности. Хорошо, когда к нам приводят нижегородцев, с Саранска приезжают спортсмены. Это же, опять же, какой-то опыт появляется. Городской парный турнир по настольному теннису среди детей, взрослых и ветеранов стал для Сарова традиционным. В нем принимают участие ребята из клубов Центра внешкольной работы. На соревновании, которое прошло на базе клуба «Здоровье», спортсмены поделились на пары и сыграли до 11 очков по круговой системе. Также в турнире предусматривались и смешанные пары – мальчик с девочкой. Соревнование прошло в два этапа. В первый день играли воспитанники клубов, во второй – взрослые и ветераны спорта. Он у нас впервые в этом году, я имею в виду в учебном году. Из-за пандемии он у нас должен был в апреле проходить. Мы перенесли его на октябрь месяц. Поэтому сегодня, ну действительно праздник настольного тенниса. Мы сегодня будем, вот первые соревнования у нас городские. Недавно юные теннисисты вернулись из Саранска с первенства Мордовии по настольному теннису. Там ребята заняли призовые места в своих возрастных категориях. Также саровчане отлично выступили на всероссийском турнире в Кстове. Первый раз в Саранске – первое, потом второе, на всероссийском – еще не знаем. Ну, первое соревнование – это я еще совсем играть не умела, поэтому тоже никакое. Что ожидаешь от сегодняшних соревнований, каких результатов? Хороших. Готовишься, первое место. У меня 13 медалей, 2 кубка. Я много еду на всероссийские соревнования раз в 10. Я готовлюсь за на полность мест, но если не получу, я не буду устраиваться. Настольный теннис – один из наиболее доступных и динамичных видов спорта для людей любого возраста и уровня подготовки. Здесь нет каких-то ограничений. Взять в руки ракетку никогда не поздно. И как отметила главный судья соревнований Ольга Федоркина, «Настольный теннис – это спорт для интеллигентов». В первую очередь, это голова, дальше ноги, и завершает игру – это ракетка. Поэтому голова, ноги, ракетка. То есть спортсмен должен очень много думать. Думать, куда нанести удар, как двигаться, как работать, какую подачу подать. И это совместное дает результат. Победителей призеров турнира наградили дипломами и подарочными сертификатами спортивный магазин. В ноябре теннисисты разных возрастных групп смогут испытать себя на чемпионате города по настольному теннису. Поисково-спасательная группа «Рысь» набирает в свою команду новых добровольцев. Самые главные и ценные люди в поисково-спасательной группе «Рысь» – добровольцы, которые на безвозмездной основе отправляются на поиски пропавших людей и днем, и ночью. Волонтером-поисковиком может стать любой желающий сравчанин, не имеющий судимости и хронических заболеваний, а также готовый пройти специальный курс обучения. Сейчас поисково-спасательная группа «Рысь» набирает в свой отряд новых добровольцев. Людей всегда не хватает, потому что у людей есть своя какая-то жизнь, есть работа, есть свои какие-то дела, которые тоже нужно делать. Поисковиков всегда не хватает, потому что некоторые поиски затягиваются на несколько суток, и люди устают, их надо менять. Поэтому хотелось бы больше, но пока рады тем, что есть. Днем рождения филиала «Рыся» в Сарове добровольцы считают первые поиски пропавшей девочки Зарины Авгоновой в августе 2019 года. Хотя официальное открытие филиала состоялось годом позже. Сейчас в отряде состоит 55 человек. В этом году у нас более, так сказать, успешный год в плане находок людей, нахождения именно живыми. То есть в прошлом году эта статистика была более печальной. К сожалению, на данный момент на территории города Саров 3 человека до сих пор остаются не найдены. Если вы идете в лес, одевайтесь теплее, берите с собой с запасом еду и воду, полностью зарядите телефон. Поисково-спасательная группа «Рысь» особо обращает внимание родственников пропавших. Не вы ожидаете, если человек не пришел домой вовремя. Сразу же обращайтесь в полицию или звоните по номеру 112.